Всем привет, меня зовут Яна и сегодня у нас биология. Тема урока покровы тела, строение и функции кожи, уход за кожей, а также гена одежды и лукови. Кожа это наш покровный орган. Кожа состоит из трех основных слоев. Наружный слой называется эпидермисом, средний слой называется дермой или собственно кожей и самый нижний слой называется гиподермой или подкожно-жировая клетчатка. Давайте познакомимся с верхним слоем кожи, с эпидермисом. Эпидермис представляет собой многослойный ороговевающий эпителий. Клетки нижнего слоя эпидермиса постоянно делятся, вызывая обновление эпидермиса. При движении к наружу от внутреннего слоя клетки постепенно умирают, ороговевают. Соответственно верхний слой кожи представлен неживыми клетками – роговыми чешуйками. Именно они выполняют защитную и барьерную функцию кожи, предохраняя ее от действия различных факторов окружающей среды, а также снижая потери воды кожей. В нижних слоях эпидермиса клетки способны образовывать пигмент в ответ на солнечные лучи. Чем дольше человек находится под действием прямых солнечных лучей, тем больше пигмента вырабатывается. Кожа приобретает темный оттенок – загар. Следующий слой кожи средний, он называется дерма или собственно кожа. Дерма представлена соединительной тканью, содержащей большое количество эластических и коллагеновых волокон. Эти волокна придают коже упругость. Кроме того, в дерме расположено большое количество сальных и потовых желез, волосяные луковицы, кровеносные лимфатические сосуды, а также нервные окончания, рецепторы. Огромное количество рецепторов, расположенных в дерме, реагируют на различные факторы окружающей среды, на тепло и холод, на давление, на прикосновения, распознают боль. Рассмотрим волосы и ногти. Волосы и ногти – это роговые образования кожи. Нижняя часть волоса располагается в дерме. Верхняя часть волоса, его ствол, поднимается над поверхностью кожи, над эпидермисом. Волосяная луковица помещена в так называемый волосяной мешочек, волосяной фолликул. Волосяной фолликул располагается в среднем слое кожи, в дерме. Внутрь волосяной луковицы входит волосяной сосочек. Внутрь волосяного сосочка проникают кровеносные сосуды, обеспечивающие питание волоса. Деление клеток происходит именно в волосяной луковице. За счет деления этих клеток происходит рост волоса. С волосом соединяется сальная железа, которая выделяет кожное сало, которое поднимается на поверхность кожи, на поверхность эпидермиса. Кожное сало защищает кожу от различных факторов окружающей среды, а также снижает испарение воды кожей. Кроме того, к волосу крепится мышца, выпрямляющая волос. Эта мышца сокращается, например, при воздействии низких температур на кожу человека, а также, например, при испуге или нервном возбуждении. Волосы как бы приподнимаются над поверхностью кожи, встают дыбом. Давайте рассмотрим строение ногтя. Ногти это тоже роговые образования, такие же роговые образования, как и волос. Ноготь покрывает край пальца, фалангу пальца. Ногтевая пластинка состоит уже из неживых клеток. В нижней своей части, в корне ногтя, находятся живые клетки. Они активно делятся, и именно снизу происходит рост ногтевой пластинки. Сам ноготь окружен складками кожи, кожным валиком. Давайте посмотрим, как устроен самый нижний, самый внутренний слой кожи. Он называется гиподерма или подкожная клетчатка. Гиподерма представляет собой жировую ткань. Один из видов соединительной ткани. Здесь сосредоточено огромное количество жировых клеток, которые выполняют запасную функцию. Также подкожно-жировая клетчатка амортизирует механические повреждения, например, удары, которые могут приходиться на кожу, и выполняет функцию теплоизоляции, потому что жир является плохим проводником тепла. Соответственно, тепло задерживается внутри организма. Давайте подытожим, выясним основные функции кожи. Основная функция кожи это защитная. Кожа защищает нас от различных механических повреждений со стороны окружающей среды и от различных патогенных веществ и других чужеродных веществ, которых много в окружающей среде. Кроме того, кожа защищает наш организм от излишней потери воды. Однако через кожу может выделяться небольшое количество воды с вредными продуктами обмена, например, с такими как мочевина. Потовые железы, расположенные в дерме, выводят продукты обмена в жидкой фазе, формируется пот. Кроме того, что с потом выводятся продукты обмена, выделение пота на поверхность кожи еще и охлаждает кожу. Еще одна функция кожи это обменная. Под действием солнечных лучей в коже синтезируется витамин D, необходимый для гармоничного развития скелета человека. Выполняет кожей запасную функцию. Вспомните подкожно-жировую клетчатку. Это депо жира, депо запасных веществ. Терморегуляторная функция кожи заключается не только в выведении пота на поверхность и охлаждении кожи таким образом, а терморегуляция с помощью кожи осуществляется и другим способом. В коже, как вы помните, много кровеносных сосудов. Если температура окружающей среды повышается, в коже активируются тепловые терморецепторы. Они передают возбуждение в центральную нервную систему. Оттуда идет сигнал к сосудам. Сосуды расширяются. Кровеносные сосуды расширяются и, соответственно, тепло начинает лучше выходить в окружающее пространство. Организм охлаждается. В случае, если раздражаются холодовые терморецепторы, сигнал от них идет снова в центральную нервную систему. Оттуда из центральной нервной системы нервный импульс достигает сосудов и вызывает их сужение. Таким образом, теплоотдача уменьшается. Тепло сохраняется внутри организма. Еще одной функцией кожи является осизание. Осязательная функция. С помощью кожи человек может ощутить форму предмета, его гладкость или шероховатость, то есть характер поверхности, а также температуру предмета, который человек берет, например, в руки. Осязание обеспечивается с помощью рецепторов, которые расположены в нашей коже. Огромное количество рецепторов сосредоточено на кончиках наших пальцев. Как раз таки для того, чтобы с помощью рук обследовать различные предметы. Давайте обсудим с вами такой вопрос, как уход за кожей, волосами, ногтями, одеждой и обувью. На самом деле ничего сложного в этом нет. Здесь есть ряд, в общем-то, довольно простых и известных вам принципов. Кожа может выполнять свою функцию, если она здоровая и чистая. Соответственно, для того, чтобы было так, нужно необходимо умываться и мыть тело. Также нужно следить за чистотой ногтей и волос. Под ногтями может скапливаться огромное количество патогенных микроорганизмов. Подстригание ногтей вовремя, а также их чистка минимизирует риск развития патогенов на кончиках ваших пальцев. Рациональное питание необходимо для поддержания здорового состояния кожи, волос и ногтей. Одежда и обувь, которую носит человек, должны быть удобными, они не должны стеснять движения, а также должны быть подобранными по погоде, особенно в холодное время года. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.